всем привет с вами снова виктор болит сегодняшняя тема 7 секретов счастливого человека вот эти все секреты так называемые да то есть это не что иное как просто знание который каждый из вас может быть уже знают ну как-то у нас в жизни устроена вот много чего знаем но не делаем не применяем это в нашей жизни многое что не применяем то что знаю знание они одни только не помогает а нужно обязательно применять их повседневной жизни значит 7 секретов или 7 советов как стать общей счастливым человеком или свободным самый такой основной секрет это секрет свободы может быть так называемая почему каждый человек из нас хочет быть свободным секрет до секрет можно сказать потому что если вы посмотрите на 7 или 8 миллиардов людей сколько живет на земле у нас скоро да то из них по-настоящему свободными но является я не знаю может быть один процент даже может быть гораздо меньше то есть вы посмотрите свое окружение кто из вас является так действительно свободным человеком который может посмотреть на часы и сказать вот 24 часа в сутки да я сам планирую время назначаю встречи если это мне надо назначались ли мне надо не назначаю если например я где-то что-то приболел могу отдохнуть погода прекрасная могу пойти погулять или там с детьми или семьей или еще что-то отпуск могу выбрать когда мне нравится где мне нравится и вот во всех отношениях вот такая вот свобода сегодня она у многих людей они ограничены и поэтому мы самого раннего детства нас пытаются запихнуть в какие-то системы да вот как у нас союзе где был маленький да когда еще не успел вырасти еще ничего не соображал меня в садик направили садике побыл кгц там немного пару лет в школу меня отправили потом учеба распределение работа и так далее там подобное и ты везде зависишь от всех людей до других то есть или точно говорят сколько чего как ты сам ничего не может планировать на этот секрет свободы чтобы стать свободным человеком в этой жизни первое это самое главное нужно париться о том что думает о тебе окружающие то есть не нужно постоянно себе ломать голову о том что подумают другие и так далее и тому подобное то есть если что-то задумал и хочешь делать это правильно на то есть прежде всего конечно все что ты делаешь должен быть правильно ты хочешь стать свободным например что касается профессионально на то есть ты находишь свое дело и начинаешь им потихонечку заниматься и если у тебя все нормально хорошо получается ты со временем становишься свободны если ты все правильно не важно или например во всех отношениях если ты хочешь освободиться например от медикаментов ты начинаешь заниматься восстановлением здоровья и со временем ты освобождаешься от медикаментов или например от какой-то зависимости хочешь стать свободным то есть например любишь скажем сладкое со временем ты начинаешь заменять его потихонечку другими продуктами и отказываешься освобождение происходит такое есть морально из духовно есть физическая то есть есть различные формы освобождения но при этом тебе не нужно думать что там другие подумают как что где вот я например расскажу про себя как у меня это начиналось садике это было конечно как у меня как тюрьма на там я ничего не мог делать вот когда я пошел в школу уже ну я не виду в садик тоже конечно много чего хорошего но как тюрьма в плане того что утром тебя закрыли потом выпустили все пошел домой а вот когда в школу пошли да то есть уровень свободы немножко повыше стал я вот например учился в школе нормально хорошо учился пятерки четверки до старался всегда и вот иногда в какое-то прекрасное утро напрямую я чувствовал что что-то меня в школу вообще не тянет не тянет мне такой потребности да вот именно сегодня что-то делать хотелось в этот день чем-то другим заниматься я тогда забрал как это со своим ранец школьному колеца сумку до вложил в сарай куда-нибудь а сам в это время уходил например в горы у нас такие отвалы были горы там у меня свой домик такой сделаны с камнями да там крыша там такая все перекрытие я с собой брал уже заранее вечером картошечку например колбаску еще что-то булочки никогда я приходил в этот домик свой в горы туда я там разводил костерчик дрова у меня там уже в запасе были и жарил себе колбасу картошечку потом жарим с булочками все это ел смотрел на город сверху так очень красиво было наш город она и думал вот сейчас мы там одноклассники в школе сидят парятся на там чего-то изучает а я вот здесь на свободе на такой отвалы до горы там такой горизонт да все вас ты свободе это очень прекрасное чувство вот такое чувство свободы я начал уже с детства вырабатывать себе потом дальше больше я начал присматриваться окей что касается профессий здесь ты свободным не станешь да то есть надо где-то что-то как-то искать свое дело какое-то у меня отец постоянно дома дома на мастерская была там у нас были нутри кролики то все 5 10 у нас были клиенты до люди к нам приходили покупали овощи и фрукты мясо там ну то есть на советском союзе это так было как подпольное производство да я это все видел и он получал вот дома в домашнем хозяйстве там пять раз в десять раз больше зарплаты чем на производстве он работал где-то дежурным каким-то слесарем раз три дня ходил на работу для галочки да там они домино играли чай пили там толком не работали на шахте там все это без них функционировало оборудование такое железное в сетском союзе ну вот он дома все это делал клетки варил там это сварка было все я так все это присмотрелся мне это очень-очень здорово нравилось это свободно то что он тоже все три дня свободы потом ему нужно было идти на производство отдали дань так сказать коммунистической партии советского союза отработать эти восемь часов чтобы на три дня опять стать свободным вот у него тоже была такая ограниченная свобода а вот этот секрет свободы он совсем даже не думал о том что думают партнер соседей вот у него было какое-то дело да и он с детства все это вернее с детства как он начал дом построил 20 лет или сколько ему было и потом хозяйство все-все развивал а я как ребенок все это наблюдал мы жили очень прекрасно в достатке всегда вопрос денег у нас никогда не существовал и так секрет свободы это не париться о том что о тебе думают окружающие в следующем секрете я расскажу вам секрет реальности то есть секрет реальности это очень интересная штука но это уже в следующем ролике и так смотрите мои ролики записывайтесь если будут какие-то вопросы напишите или позвоните можно пускай попереговорить живем да пока пока с вами был виктор балет и так следующий ролик секрет реальность и и Продолжение следует...